Приветствую вас, есть ощущение, что свой текст вы писали в ППХ, есть ощущение, что вы торопились его писать, я конечно в это не уверен, но такое ощущение у меня присутствует. Смотрите. Мой гражданский супруг, с которым у нас отношения длятся больше двух лет, и один год из них мы живем вместе, постоянно оскорбляет меня во время ссор очень плохими словами. Если ваш супруг, причем гражданский супруг это делает, то это означает, первое, у него накапливаются определенные реакции, определенные эмоции, которые он сдерживает до определенного момента, после чего выклескивает, и с другой стороны, человек боится с вами сближаться. Ссора – это очень хорошая защита от сближения, от духовной и физической близости. Подробнее об этом вы можете почитать, если пропишите в поиске, например, психологическую игру «Скандал». Дальше. Гражданский муж – это не муж, это сожитель. И давайте называть вещи своими именами. Вы живете с сожителем, а не гражданский муж. Я понимаю, это неприятно, но тем не менее. Дальше. В ссоре, в том числе, участвуете и вы. И забегая чуть вперед, я хочу сказать, что вам неприятно то, что говорит супруг. Вам неприятно, вас это задевает, вы также начинаете ему отвечать. Здесь было бы уместнее задать вопрос себе, почему я задеваюсь, что именно меня задевает, какие чувства я испытываю, и как я их выражаю, свои чувства. Дальше. Я не удерживаюсь и отвечаю ему тем же, но начинаю задевать мое самое больное место. Ну вот, хочется спросить, да, самое больное место ваше – это почему? Чем? Ну да, у вас есть опыт. У вас есть достаточно негативный опыт. Но что, по большому счету, это означает? Что это означает? Каскорите ли вы себя, например, вините ли вы себя, например, за то, что делали? И так далее. Это очень важный момент, если вы не сформировали свое отношение к, ну вот, к этой ситуации в целом. Дальше. Дело в том, что я была замужем, и кроме того, я родила двоих детей от разных мужчин, но отношения ни с кем не сложились, так как выбирала мужчин, не осознанных для семьи, и, как мне говорили, даже психологи. Ну вот, тут не очень понятно, что вы вкладываете в свое выражение даже психологи, потому что, что значит, даже вам только психологи могли, ну, могут такое сказать, во всей ответственности. Это первое. Второе. Если это действительно так, то есть, если вы действительно выбираете мужчин, созданный для семьи, то вы семьи боитесь. Вы боитесь серьезных отношений, вы боитесь близости. Ну и, соответственно, как бы именно то, чего вы боитесь, вы и выставляете на первый план, условно говоря. То есть, смерть для вас имеет, видимо, какого-то значения. Но где-то, опять же, нужно анализировать то, как устраивали вы свои отношения с мужчинами. Вот. Дальше. Значит, мой нынешний супруг во время ссор каждый раз вспоминает их всех. Мол, вот, ты замужем была, дотина рожала, а была бы ты хорошей в первом мужчине, до сих пор бы жила. Ну, совершенно очевидно, что человека задевает то, что у вас был мужчина, а у него нет. Совершенно очевидно, что человек не слишком уверен в себе. Вот. Совершенно очевидно, что мужчина, можно сказать, сравнивает себя с вашими предыдущими партнерами. Вот. И поэтому так говорят. Дальше. Из-за этого они часто говорят, что я девушка легкого поведения. Ну, соответственно, как вы на это реагируете? Как вы это воспринимаете? Потому что, извините, если вас это задевает, то, как бы, ну, возникает вопрос, зачем? То есть это вы не прожили, это вы не выверстили, и этот период своей жизни вы не завершили. Иногда вообще начинают говорить, что это они меня бросали, потому что я плохая, никому не нужна. Хотя там все было наоборот каждый раз. Ну, знаете, создается ощущение, Ольга, что вы не уверены в том, что говорите. Раздается ощущение, Ольга, что вы пытаетесь как будто бы доказать что-то. Вы пытаетесь доказать, что вы уходили сами. Такое ощущение, что вам как будто бы неприятно, что от вас могут уйти мужчины. Я уходила, потому что кто пил, кто бил, кто изменял, кто все сразу. Ну, и здесь очень важно задать себе вопрос, а почему я притягивала этих мужчин? Почему я строила отношения с ними? Как я их выбирала? Хочу сказать, что мне 30, ему 26. Он для меня никогда не был в отношениях, я у него первый в жизни. Ну, опять же, есть, наверное, основания, по которым мужчина до 24 лет не был в отношениях. Ссоримся мы на протяжении всего года совместной жизни. Такие тяжелые ссоры начались только в последние месяца два. А из-за чего ссоритесь? И опять же, какая лично ваша ответственность в этих ссорах, понимаете? То есть, вы говорите мы, но кто такие мы? Нет, мы. Есть вы и он. Есть вы, Ольга, и ваш молодой человек. Дальше. Так, так. В хорошие периоды у нас все отлично, чувствую его любовь. Вот видите, вы говорите, у нас все отлично, чувствую его любовь. То есть, у меня складывается ощущение, что как раз таки все хорошо тогда, когда вы чувствуете его любовь. Насколько вам важно чувствовать его любовь? Чем вам важно чувствовать его любовь? Чем для вас важно, что вы чувствуете его любовь? Так, значит, ну как начинаются ссоры? Ругаемся страшно. Ну, опять же, вы здесь, соответственно, сделаете ровно половину и, соответственно, вам и нужно корректировать свое поведение. Каждый раз я прошу его уйти, никогда не появляться. Как бы опять же, чем продиктована такая ваша позиция? Ну, хотя внутри боюсь, что он это сделает, так как очень люблю его. Ну, вот здесь есть проблемы с выражением вами своих чувств, очевидно. Вы не говорите то, что чувствуете, не говорите то, что думаете. С другой стороны, вы пишете, я боюсь, что он уйдет, так как я его люблю. Но если вы любите его, а молодой человек ругается, очевидно, он несчастлив. Если вы говорите, что любите его, то вы, по идее, ну, хотели бы, чтобы мужчина был счастлив с вами, а он с вами не счастлив. Значит, дело здесь не только в любви, но и в чем-то еще. Дальше. Он каждый раз обещает сам уйти или после моих слов, но пока не уходил. Вы как будто надеетесь, что уйдет. Я, конечно, не уверен, но часто говорится, что я до конца жизни от него не отделаюсь, так как он не может без меня. Если я его брошу, он не даст мне строить отношения с другими. Ну, это похоже на созависимость и на проблемы с личными границами, на самом деле. Дальше. Сейчас он временно уехал в другую страну. По делам мы сильно поругались по телефону. С теми же словами. Но опять же это вопрос к вам, да, скорее это вопрос к вам. А почему вы ругаетесь? Именно вы почему ругаетесь? Подскажите, пожалуйста, почему он так себя ведет? Можно ли как-то изменить наши отношения в лучшую сторону? Можно изменить ваше поведение, а не ваши отношения? Не хочу его терять, так как очень сильно люблю. Ну, я вам скажу, Ольга, что страх потери и любовь – вещи разные и не связаны между собой. Любовь не подразумевает страх потери, страх потери не подразумевает любовь. Хотя можно любить и бояться потерять. Это можно. Но как бы одно и другое взаимосвязь отличается. Поэтому вам необходимо поработать над страхом его потерять. Вот. Который, в том числе, и определяет вероятно то, что вы ссоритесь с ним. Вот. Такой вот ответ. Ну и, как я сказал, самой выработать какое-то отношение к прошлому. Потому что вас достаточно легко получается задеть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.